Пока еще не придумали миксер-пылесос, зато придумали кредитную карту Тинькофф Платин. Не нужно выбирать между важным и важным. Оформить Тинькофф Платином до 30 ноября и получи шанс выиграть 10 миллионов рублей. Стала самым популярным подростком в России. То есть 12 лет ты заключила контракт с Бургером Кельмином? Я первые деньги заработала от 5 лет. Я знал, она любит драться, ребят. Прям четко, представляй кого-нибудь и бить. Мы сделаем битву с самой сильной из детей. Как красиво, какая ты молодец. Ты знаешь, сколько ты сейчас послалился? От пути, не путю. Ну кому я говорю, не путю, ведь я люблю свою лучшую подругу. Всем привет, ребят, ну что? Два года назад мы уже снимали с этой прекрасной леди ролик. И он попал в топ-5 самых популярных роликов на моем канале. Набрал 6,4 миллиона просмотров. Прошло два года, и эта девушка из самых популярных детей стала самым популярным подростком в России. Милана Хаметова, ребятушки! Не знаю, сколько ты сейчас послалился. Приветики. И что прошло за эти два года? За эти два года практически ничего не изменилось, кроме того, как мне добавилась куча ученых. На самом деле, смотри, ты стала реально самостоятельной, популярной звездой. Ну давай правду. Ну хорошо. Это правда? Нет. Как вы думаете, что еще остальное петь? Короче, ребят, Милана Хаметова стала нереальная девчонка. Во-первых, твой клип, как мы знаем, лучшая подруга попал в топ-60 лучших клипов в мире. Каковы ощущения в 12 лет? Прекрасно. Еще вопрос. Сразу же тебе вот просто вдогоночку. Мы сегодня, естественно, с Миланой проведем весь день. Будем питаться, как она, тренироваться. Даже вышивать бисером. Я собрал мировой рекорд 5000 человек. Ты собрала 10 тысяч человек в Минске и 5000 в Москве. Юная блогерша впервые приехала в Минск и обнаружила, что фанатов у нее больше, чем казалось. Скажи, каковы ощущения? Собирать так много народу я ожидала, или что столько народу придет в реальную сходку? В чужой стране. Но Беларусь все-таки, это не Россия. В Минске нет, я вообще не ожидала. Мы думали, что придет человек 500. У меня была фан-встреча, начиналась в... В 4. И мы туда приехали за пару часов, и мы начали пол третьего. А знаешь, почему? Ну. Потому что очень много было людей, и потому что они вот так вот давили друг друга, там, на улице, куча вот так вот стояла. Там весь минус. Так, и ощущение, ощущение вот это... Крутое ощущение, ну прикинь. Ну, из-под ног земля уходит, типа ты такой аааааааа, типа вот такого. Ну, да. Ну, во-первых, мне было страшно. Ну, понятно, 12 лет, блин, ты 10 человек собрала в Минске. Вот, прикинь, ты вот так бы 10 тысяч человек бы собрал, вот так вот, и они все пришли посмотреть на тебя. Слушай, а вот эта вот история с Бургер... Лайки-бокс. Лайки-бокс. Это вот ты амбассадор Бургер Кинга? Переверни, переверни, переверни. Это ты амбассадор или чего? Ты амбассадор Бургер Кинга? То есть 12 лет ты заключила контракт с Бургер Кингом? Круто, ты как Ляна Месси. А слушай, а вот это что такое? Это измерно делаешь? Это не мое, это мое. Блин, как хорошо быть популярной девочкой в 12 лет. Просто это я не помню, это я не помню. Смотри. Ой, это меня позвали. У меня контракт с Бургер Кингом. Меня в Москве подарили на моей фан-встречи. Меня из Лего собрали, прикинь. Офигеть. Брать нельзя, да отвалится. Да почему можно? Ой, прикинь, сейчас рухнет. Оно не рухнет. Точно? Да. Я фанат Милана, я набил татуировку Милана. Чтобы вы понимали, насколько Милана у меня запало в душу, что у меня уже родился ребенок, это уже назвал Милан. Очень креативненько. Готов ты показать свой дневник? А он не электронный. А дневник нельзя показать? Не, ну можно. Так, ребят, показывай дневник эксклюзивчик. Мама такая, знаешь, это больная тема. Ну смотри, музыка. Зачет. В смысле, зачет? Три часа написано. Потом общество знания 5, технология 5, английский 3. Вот их, ребят, 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 диктант. Ну я не люблю английский, я ненавижу его, я его не знаю. Потом физра 5, информатика 5, математика 3, но это не считаем. Это не считаем, не случайно просто. Потом технология 5. Технология что такое, виртуальный практикум, это что такое? Это мы на компьютерах работаем. А информатика чем отличается? А информатика мы изучаем компьютеры. Родной язык 5. Родной язык это русский? Да. Почему родной русский, русский отдельно? Ну это два разных, ну это два разных предмета. Договорились? История. Ты что, дурак? Это два разных языка. История 5, биография 5, биология 5, вопрос о русской грамоте 5. Нет, английский тебе не заходит. Английский 3, но я ненавижу английский. Напишите в комментариях, какого самый нелюбимый предмет, просто чисто интересно. Ну в общем, я не люблю английский, у меня там вообще ничего не получалось, но сейчас, но сейчас. Я учусь в одной школе английского, в которой у меня вроде начинает все получаться. У нас там разговорные занятия. Я тебе могу дать реальные советы, люди, которые сейчас смотрят, они немного младше меня. Учите, пожалуйста, английский вот в этом возрасте, потому что английский язык нереально нужен. Милану он мега нужен. Английский это все. Я сейчас выгляжу как старый дед, который тебе пытается вот это вот клювать. Но я тебе клянусь, это очень важно. Я тебе клянусь, вот слушай, там родители всех. Это мега важно английский язык. Короче, все, надо приступать к твоему первому приемлющику. Давай. Тебе нравится? Да? Так и. Милана у нас немножко изменилась за эти два года. То есть до этого было очень много сладкого. И поверьте, что сейчас Милана сказала, что она ест, это, конечно, удивляет. Ролл и Филадельфи мы взяли немного, потому что Милана обычно съедает порцию 342 килокалории. Почему Филадельфи? Я остальные суши не так люблю. Почему? Я не знаю. Здесь есть набор того, что я люблю. Это красная рыба, рис и окуш. На самом деле, ребят, сейчас 8 утра, и мы просто начали очень рано, а сейчас зима. Скажи, пожалуйста, тяжело ли совмещать учебу и твою звездную жизнь? Ну, совмещать нет, не тяжело. Я могу пропускать школу из-за съемок. Могу пропускать съемки из-за школы. Ну, достаточно. Вчера я пропустила школу, потому что я отсыпалась после съемок клипа. Мы снимали клип на Купи-песика, на мой новый трек. Купи-песик, скоро выйдет, да? Да, он скоро выйдет. Мама, Купи-песика с маленьким круглым носиком. Гладкий словно звездочки, хвостик знаком, вопросика. Где он выйдет? На Ютубе, на канале Милана Хаметова. Вот, поэтому он скоро... У тебя есть канал. Леша, ты меня прямо это... У тебя есть реально канал. Расстраиваешь. Как ты считаешь, вообще школа нужна или можно обойтись без нее легко? Можно обойтись без школы. Мне как бы... Мне вообще... Мне даже жизнь лучше станет, понимаешь? Почему? Вот я утром встаю, иду в школу, не высыпаюсь, зараза. Прихожу со школой домой, еду на какую-нибудь съемку, приезжаю в 10 часов, сажусь делать уроки. В час ночи заканчиваю, опять ложусь спать, в 7 встаю. Нет, ну школа нужна, но... Ну мне бесит там некоторые предметы, которые нафиг не нужны. Ну, прям вообще. Какой твой нелюбимый пример? Английский. Короче, мы выяснили, школа у нас по 50% вам нравится. Да, 40. Милана, ребята, просто... Блин, мне кажется, это просто вот сейчас вся молодежь, так и думает, Милана, просто это наш бог, это наш кумир, господи, Милана, ты прям все, что как надо говоришь, да? Конечно. Какое ощущение у твоих одноклассников, когда тебя, ну, Муз ТВ приехала, снимает школу твою из-за тебя? Им было пофиг. Им было пофиг? Лена, Диана, они там говорили, типа, скажи, когда выйдет, я там посмотрю по телеку, по телеку, по телеку, там, папа, мама посмотрят, короче, а так остальные, пофиг. Я обещал улучшить бисерам. Угу. Бисерам. Ты знаешь, что я умею плести бисерам? Да, знаю. Ты же шокер. Серьезно, тебе не горячо? Все. Милана очень любит плести бисером и сейчас самый большой секрет в моей жизни. Я просто тоже умею плести бисер. Сейчас я тебе покажу чудеса своего плетения. Давай. Ты будешь в шоке. Я уже этот возьму родину. Ты будешь в шоке сейчас. Мне просто в лагере девочка нравилась примерно в таком же возрасте, как была сейчас Милана. И я помню с ней плел. Видел? Крестик? Естественно, есть вопрос. Когда ты в школу перешла из Новосибирска в Новую, как отреагировали твои одноклассники, что теперь Милана Хаметова их одноклассница? Ну и что-нибудь изменилось вообще после клипа и после трека «Лучшая подруга», потому что все поют этот трек. Ну, там один мальчик такой подошел, типа, о, привет, за ты Милана, типа, а ты будешь у нас в школе учиться? А в каком классе? Я говорю, ну, в твоем. Он такой, да. Часто тебя узнают на улице? На улице, да. Когда я только переехала в Москву, когда я была в суперхаусе, ко мне девушка в метро подошла такая. Милана, это ты можешь сфотографироваться? А, и твои первые эмоции. Я офигела. Я думаю, нифига себе, в Москве, в Москве люди меня знают. В Москве, да. Ну, я живу, обычно девочка из Новосибирска приехала в Москву, в Москву, в столицу, и меня узнали. А что ты выберешь, лайк или тикток? Ну, я снимаю лайк. Больше снимаешь лайк, да? Да, ну, я же тикток сейчас снимаю. Ребята, товар лицом. Смотрите, лодочка, крестик, лодочка. Почему ты любишь плести бисером? Ну, потому что мне нравится вообще что-то делать руками. Не локомоторик, да? Ага. Смотри, как красиво. Ну что, как оцениваешь мою работу? Прекрасно. На 10 из 10? На 10. А я думаю, ты хуже плетешь. Да я самый крутой плетельщик бисера на Диком Западе. На самом деле история такая, что у меня теперь есть татуировка Милана. Я, правда, когда у меня родилась дочка, первое, что я хотела назвать, очень сильно дочь Милана. Мне так понравилось это имя. Скажи спасибо моей маме. Да, твоя мама вообще большая красотка. Но я об этом совершенно не думал, что Милану зовут Милана в этот момент. И я понял, что только это тогда, когда есть пост с рождением моей дочери. И там написал, что ее зовут Милана. И Милана, это Хаметова написала, что типа, о, клево, тезка. И я в этот момент понимаю, нифига себе. Вот это круто. А, то есть ты тогда со мной дружил, но ты не понял, что ты назвал дочку как меня, да? Да, да. Ну, это может быть звучит как оправдание, конечно. Так, теперь что, отпаливаем, да? Или отрезаем? Сейчас, сначала отрезаем. Зубами. Зубами? Естественно. Зубами? Естественно. Милан, ты гонишь. Ты че, реально хотел зубами? Ну, конечно. Давай, бизинец. Еще у нас тюхи теперь есть. А? Покажи! Красиво? Милан, оцени, пожалуйста, по десятибалльной шкале мою работу. Прекрасно, я теперь так буду блестеть. Милан. Да, я так. Чего ты так зажигал хорошо? Тортик маме на день рождения зажигала. Ага, каждый день поздравляешь, да, наверное? Естественно. Итак, по истечению десяти минут прекрасное кольцо сделано Лешей. И? Нифига, красиво! Это я Милане подарю. Да. Кто круче справился? Ну, во-первых, я бы больше сделал. А во-вторых, я для Миланки сделала. Да, ты как будто красивый, у тебя нежнее цвета. Так, а у нас теперь обед. Мы передадим школьным вопросом. Ты готова к школьным вопросам? Да. Как думаешь, кто победит? Кто? Кто? Скажи мне, кто. Ну? Кто? Кто? Ты спрашиваешь, кто. Кто? Естественно. Ты? Естественно. Окей. Так, мы готовы к школьным вопросам. Итак, сейчас у нас рубрика «Умнички и умницы». Школьные вопросы. Мама Милана зачитывает, и мы набираем баллы. Поехали. Какой напиток самый распространённый? Кока-кола. Вода. Это обед Миланы, ребят. Карбонара. Вы сейчас офигеете от спорта, который выбрала Милана. Да, я, ребят, раньше мечтала этим заниматься, всегда хотела попробовать. Но мне мама говорила, зачем? Прямо чётко, представляй кого-нибудь. На обед Милана ест 617 килокалорий. Что бы ты выбрала? Вопрос тебе такой с подвохом задам. Собачку или телефон? Собачка. С кем у тебя будет ближайший фит? Я не знаю. Кто тебе из артистов нравится? Мне нравится Егор Крид. А ты бы с кем хотел фит? Я вообще не пою. Ты знаешь, у меня большая проблема. А если бы запел? Если бы запел, я бы хотел, знаешь, с Мари Краймерой. Сики-сики научат любить. Сики-сики делает топ. Сики-сики делает свайп, сделай свайп. Ты у нас с детства получается на сцене. Ты прямо давним-давно уже выступаешь. Скажи, пожалуйста, был ли у тебя страх сцены? Во-первых, я не выступала раньше. Ну как это? Я ходила по подиуму. Я была моделью. По подиуму. Ты была моделью. Ладно, давай вспомним твою скотку на 10 тысяч человек. На 10 тысяч человек. Было страшно. Сначала было страшно. Потом я вышла на сцену, и мне стало не страшно. Все-таки в соцсети ведешь ты самостоятельно или твои родители? Мама. Мама ведет за тебя соцсети. Ну, не все. А ты думала, что вообще лучшая подруга так разорвет? Нет. Вообще, сначала у меня в школе меня стебали за это. Типа, а пути не путю. Это по-детски, ну вот что ли, типа, а пути не путю. А ты хочешь вырасти, быть взрослой? Не знаю. Возможно, я хочу вырасти, стать взрослой, чтобы не ходить в школу. Это так искренне, знаешь, было. Что тебе больше нравится, чем ты занимаешься в своей жизни? Снимать. Снимать? Ну это работа же. Ну и что? Ну тебе нравится? Не нравится. Мы сейчас пойдем на тренировку, которую ты давно мечтала этим заниматься. Ну да. Ты готова? Ты никогда этим видом спорта не занималась? No. No? No. Ну ты готова? Yeah. Показать реально класс? Yeah. Прям, прям будешь мочить. Я постараюсь, я же никогда не занималась. Отправляемся на тренировку по виду спорта, которым хотела заниматься Милана, но ей запрещали, а сегодня она займется. И так, я надеюсь, после этого Милана выживет, потому что наконец-то мы пришли на тот самый вид спорта, которым не разрешают заниматься мама Милана. И мы пришли к мастеру спорта, Машечке по боксу, чтобы она сегодня научила Милану реально драться. Сегодня будем боксировать. У тебя был такой молодой ученик? Еще нет. Я сейчас, да. Еще нет, у меня еще не было. Окей, что нам надо делать первое? Ну разомнемся, можем на ребринки размяться, можем здесь, перед зеркалом. Шею разминаем, наклоны влево-вправо, вперед-назад. Садимся и встаем уже с разворотом бедра. Садимся, встаем с разворотом бедра. Не торопимся. Милана делает лучше, чем ты. Понял? Руку. Вытягивай руку до конца. Это самый жесткий комблент. Милана делает лучше, чем ты. Так, мы просто выносим удар. Бедра, с тазом, со стопой. Поехали. Разминку закончили. Хорош. Молочная. Так, ну что, готовы к перчаткам? Да, да, точно. Так, разворачиваемся, ручки собираем в подбородку, ножки чуть пошире, как вот мы стояли на разминке. Вот. Милана, вам пару слов нравится? Да. Я знал, она любит драться, ребят. Еще вытягиваю. Это просто... Прям четко, представляй кого-нибудь и будет. У тебя бедра чуть не работают, тебе надо его включить, чтобы он вместе с ударом зашел. Вот. Давай попробуем сделать тоже двойку, только не как он на одной ноге, а на двух. Раз, два. Она сейчас сказала, что неправильно делала, да, по-моему? Что? Она сказала, что я неправильно делала, да? Я не знаю. А мы правильно делаем? Ну, частично. Частично. Попробую четыре. Раз, два, три, четыре. Часто, в общем, понравится? Я же спрашиваю. Только она такая, выжиганная. Мам, ты чудо. Поехали. Она так и скачила. Просто огонь в перчатках, ты посмотри, мальчик. Леша, не смеши, зараза, какашка. Ладно, все, все, все. Представляешь, ты дома, да? Кого представляешь? Да. Ладно, три минуты, давай реально, три минуты, один раунд. Ну, три много. Давай две. Давай две. Короче, ты делаешь все самое дело. Да, смотри, что я делаю. Ты работаешь, как мы работаем. Левой работаешь, правой работаешь. Куда бьешь, я вам говорю. Красный угол, Милана. Синий угол, Алексей. Слушай, она жесткая. Ниже пояса не бьем. Она жесткая. Давай, давай, давай. Охренеть. Отлично. Я очень довольна. Правой колонечка, уничка. Все в порядке, все в порядке. Со всех сторон его обрабатывай. Раскрывай его в корпус где-то в залог, где-то в колоно. Вот. Просто Милана что-то заметит. Одноклассники. Что? Обнимаемся. Сказали спасибо друг другу. Милана, ты машина. Смотрите, пожалуйста, какой готовный с нашим Миланом. Ну, если честно, объективно сейчас говорю, без всякой херни. Давай, без всякой... Да, без всякой... Ерунды. Фигни. Да, окей. Очень хорошая координация. И если бы честно, я бы поработала с ним вообще. Сколько оценку по 10-бальной шкале ей и мне? Милане 10. По нем. Мне. Ну давай 5 с плюсом. 5 с плюсом. Ну да. Ей 10, мне 5. С плюсом. С плюсом. Это уже что-то. Это уже что-то, между прочим. Все, конец дня. Потренировались на мостах. Последняя приема пищи. Последняя. Ура. Ура. Сейчас будем в шоке, как эта маленькая питается. Насколько человек сильно меняется? Если 2 года назад Милана ела сладости, киндер, все это вот так зажевывало, просто сладкий. То сейчас, ребята, стейк рибай на ужин. Вопрос, как для блогера. Хотела ли бы ты когда-нибудь стримить? Да, я буду стримить. Будешь стримить скоро? Я буду стримить, когда мне исполнится 13. А почему, когда именно 13? Потому что с 13 можно. А, с 13 можно стримить. То есть тебе годик всего остался? Да. Как ты распоряжаешься заработанными деньгами? Мы уже узнали, что у тебя есть контракт с Бургер Кингом. Мама, дает тебе на карманные расходы или все у мамы? Да, даешь. И как ты распоряжаешься этими деньгами? Ну, я часть складываю в копилку. Ну, там. В копилочку тебе есть? На что ты копишь? Я не знаю, я просто коплю. Просто копишь? Да. Просто на черный день? Да. Ну, там схожу куда-нибудь. В кино, по магазинам, в магазинчик. Я люблю покупать еду. Еду? Да. Кого ты считаешь по-настоящему своим другом, друзьями? Кто твой настоящий друг? Вот настоящий друг, проверенный временем. Оксана. Это моя подружка с Новосибирска. Мы с ней дружим. Да, конечно. Мы с ней дружим уже около 6 лет. А почему она твой такой самый лучший друг? Не знаю, она просто хорошая очень девочка. Мы с ней очень давно дружим. Вот, она никогда меня не предает. И самое главное, она дружит не из-за популярности, ничего из-за этого. Мы, например, нам с ней как раз поссорились. Я такая, ты хоть знаешь, с кем ты сейчас поссорилась? Ты ей сказала? Да. Да ладно? Да мне пофиг вообще. Ну, поссорилась и поссорилась. А ты что такая вредная сказала? Какашка такая? Ты сказала, а ты знаешь, с кем ты поссорилась? Я ее проверяла. Проверяла? Да. Точно? Да. Я же не так вот такая. Ты со мной поссорилась и такая, ты хоть знаешь, с кем ты сейчас поссорился? Слушай, а тобой вот родные реально, ну это же офигеть. 12 лет ты реально зарабатываешь деньги. Угу. Я первые деньги заработала в 5 лет. В 5 лет? Да. Моделью работала? А у нас в блоге, когда ты заработала первые деньги? В 10. Что я хочу сказать? Милана мега сильно изменилась до последнего года. И ужин выходит на 624 килокалория. А в общем выходит на 1623. Мы сегодня очень много говорили с тобой про школу. Есть ли любимый предмет в школе? В последнее время? Так. В последнее время. Была география. География твой любимый предмет? Да. А раньше у меня был любимый предмет математика. Существует, ну, буллинг вообще в школе. Касался ли буллинг тебя когда-нибудь лично? Какой он сейчас в школе буллинг? Какой он? Оскорбляют. Опа. Это не у нас в классе, в принципе, я знаю. Вот это вообще бьют людей. Бьют людей. Что в твоем возрасте самое крутое сейчас? Вот ты так думаешь, блин, так хорошо, что я подросток. Играть, гулять. В каком бы ты хотела возраст сейчас оказаться? Сейчас? Угу. Когда мне было лет шесть. Почему? Я хочу в садик походить. В садик хочешь походить? Только не в школу, да? А в универх хочешь? Это я на море. Это я у мамы на работе. Это мне, я здесь не помню, где я была. Это я. Точно? Последний, заключительный вопрос. Кто такая Милана через пять лет? Я ж не знаю, я ж не экстраклянский. Ну, примерно. Кем бы ты хотела быть? Хотела бы быть актрисой. Что ты хочешь пожелать подписчикам, которые хотят стремятся развиваться в блога, в сфере популярности? Я хочу пожелать им, чтобы они не сдавались. Потому что... Ну, сложно тебе сейчас? Да. Ну, ты не сдаешься? Ну, были моментики. Моментики были? Ну, естественно, были, да. Ну, я, то есть, ну, вот, говорил, блин, я устала, все, надоело все. А потом такая, типа, ну, че, ну, я уже... Ну, че это я, да? Тряпка, что ли? Да, я уже начала, надо доделывать. Поэтому никогда не сдавайте, ребята. Ничего не бойтесь, живите здесь сейчас. Кайфуйте, жизнь одна. А! Подписывайтесь на канал Милана Хаметовой. А вон какашка папарацци. Какашка папарацци? Да, я пью вот так вот. Да, пока смотрите в рот, да? В это сложно поверить, но 350 граммов только что стейка вот в это маленькое тельце провалилось. Что хочется сказать? Это был очередной мега-выпуск. Спасибо тебе огромное, Милана, что пришла ко мне. Спасибо тебе большое. Каждые два года предлагаю снимать, когда будет Милане 18, она будет уже все в университете, мы снова ее снимем. Ждите нового ролика, когда мы будем 14, 16 и 18. Да, кстати говоря, реально, 14, 16 и 18. А у вас есть такие маленькие еще талантливые дети? Может, сделаем битву с самой семьей из детей? Давай. Ну, это подростков, да? Да. Вот таких прям маленьких. Из кампуса есть. Давай, реально, кто самый сильный из кампуса? Сделаем эту историю, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки. Ну, и, конечно же, на Миланочку, ребята, все ссылочки. У меня тоже почти 4 миллиона, ребята. Да, пожалуйста, давайте добьем мне 4 миллиона и ей 4 миллиона. Чтобы у нас в один день стоило 4 миллиона. Да, до декабря, до Нового года. Пожалуйста, подпишитесь на все ссылки, которые есть у Миланы. Она мега-человек в свои 12 лет. Ну, а с вами был Леха Столяров, и ты прощаешься. Сделайте нам подарок на Новый год и добейте нам 4 ляма. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok